Давайте возьмём артрит. Эти больные склонны употреблять пищу, которая вызывает болезнь тела. Например, я говорил о некоторых видах пищи, которые очень быстро вызывают артрит. И это жареная пища. Библия предлагает нам прекрасное понимание и наставление относительное влияние пищи на наше тело. Получив успешные результаты впоследствии длительных исследований, Дон Колберт, доктор медицины и автор бестселлера по версии New York Times, открывает для вас план, как позволить пище быть вашим лекарством. Представьте себе жизнь, свободную от сердечно-сосудистых заболеваний. Артрита, аутоиммунных болезней, диабета, рака, слабоумие, болезни Альцгеймера, СДВГ, аутизма и душевных болезней. Бог сотворил ваше тело так, чтобы оно само исцеляло себя. Узнайте, как давать вашему телу то, в чем оно нуждается, чтобы оно исцелялось само. Доктор Колберт расскажет вам, как изменения в вашей диете предупреждают и отменяют болезни. Не пытайтесь лечить симптомы. Обновите свой ум, выберите жизнь и живите исцеленными, используя Божье наставление. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня на передаче присоединитесь к Кеннету Копланду и доктору Дону Колберту, и вы узнаете, как пройти экзамен на пище. Узнайте, как пища, лекарства и Божье Слово вырабатывают здоровье в вашем физическом теле. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Отец, мы благодарим Тебя сегодня, мы воздаем Тебе хвалу и честь. Мы открываем наши сердца, и мы открываем наш разум, чтобы принять божественную информацию, откровение от Тебя, Господь, относительно нашей жизни на этой земле. И мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. А теперь позвольте мне сказать вам кое-что. Это всегда очень важно, но особенно на этой неделе. Зайдите на наш сайт в интернете, kcm.org.ua, и найдите там тезисы для этих передач. Потому что на протяжении всей этой недели здесь будут происходить очень-очень необычные и интересные вещи. И скажу вам почему. В нашей студии доктор Дон Голберт. Пожалуйста, поприветствуйте его вместе со мной. Доктор, так рад видеть тебя здесь. Это чудесно. Я просто наслаждаюсь пребыванием в твоем обществе. Знаешь, поскольку ты много узнал за эти годы, я сразу же начинаю выуживать у тебя информацию, как только вижу тебя. А дальше только углубляя свои знания. И вот ты снова с нами на протяжении целой недели. Слава Богу. Фала Богу. Аминь. Давайте откроем шестую главу книги Бытия в наших Библиях. И мы прочитаем третий стих. Бытие 6.3. Итак, я читаю из Библии? Да, из Библии. Третий стих. И сказал Господь, «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В Новом Живом Переводе сказано «Человек, только плоть». И это очень важно. Поскольку никто не рождался свыше, пока не пришел Иисус. Пока Иисус не пошел на крест и не заплатил цену за рождение свыше. И люди имели дело с мертвым духом, человеком. Или, если упростить это, с духовным человеком, который был отсоединен от Бога и его духа. И далее в одном из переводов сказано «Нормальная длительность его жизни не будет превышать 120 лет». И Бог уже сказал, «Человек — это плоть». То есть он не получает от нее духовную помощь. Но его нормальная длительность жизни не будет превышать 120 лет. Это значит, что он должен жить приблизительно столько лет, а не 80. Это правда. И так далее. И вот почему я так восхищен, что ты здесь. Если Бог сказал это, а Он сказал, это Его Слово. Это точно так же Его Слово, как и «ранами Его вы исцелились». И, как вы знаете, это оставило большой след в моей жизни. Бог работал над этим вместе со мной. Потому что Он сказал, «Есть разные помазания, в свете того, что я планирую быть на земле от 80 до 90, 100, 110, 115 лет». И Он сказал, «Они еще не пришли, и я не использую их преимущества». И Он спросил у меня, «Когда ты только начинал, в 30 лет, твое помазание было таким же, как и в 50?» «Нет». «Нет, нет». Но это было тоже помазание. Его основание было таким же. Но опыт и знания, приходящие через откровения, приходят в процессе. И вот к чему я веду сегодня, доктор Колберг. Это сказал Бог. Это Его план и Его Слово. И поскольку Он сказал это, Он обязан обеспечить все необходимое для Духа, Души и Тела, все духовные элементы, все интеллектуальные составляющие, все физические составляющие, включая нашу пищу и прочие вещи, чтобы исполнить этот план. Верно. И? Если мы не поставим эти три составляющие в правильной очередности, это правда, Дух, Душа и Тело, у вас это не получится. Вы даже не приблизитесь к этому. Позавчера я разговаривал с Кэролан Лифф, и статистика о количестве душевно больных людей очень серьезно. И она увеличивается. Кроме того, у нас целое поколение людей, которые умирают скоропостижно. Их убивает их интеллектуальная, физическая и духовная пища. Верно. И они заболевают все в младшем и младшем возрасте. В нашей стране, да и во всем мире, происходит целая эпидемия, в первую очередь ожирения, то есть жировых отложений на животе. Это вызывает эпидемию диабета второго типа, точно так же, как эпидемию болезни Альцгеймера и слабоумия. Я только что услышал, что Господь сказал. А ну-ка, проверь сейчас. Вас ничего и сказанного не обидело? Да. Наши эмоции это часть нашей души, и мы должны управлять ими. И если сатана может заставить вас обидеться, что сказал Иисус? Сеятель Слово Сеять. Верно. Эта группа обиделась, и дьявол украл у них Слово. И сейчас, Отец, мы благодарим тебя и стоим вместе. Доктор Колберт прошел через это, я прошел через это, и вы пройдете через это сегодня. И вы выйдете из этого такими сильными, что дьявол будет в ужасе, когда увидит вас на своей дороге. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Хвала Богу. И все начинается с теста на пищу. Именно так я говорю пациентам. Тест на пищу. Вы прошли тест на пищу. Адам и Ева провалили первый тест на пищу. Они съели плод с дерева познания добра и зла. И когда они совершили это, они заразили все человечество грехом и сознанием вины. Ведь Адам и Ева, после того, как съели плод с дерева познания добра и зла, увидели, что они наги. И почувствовали себя виноватыми. И то, что они не прошли этот первый тест на пищу, пригласило грех в наше тело. И Иисус, он прошел первый тест на пищу. И это интересно. В 7 главе книги Исаии, в 14 стихе, откройте, пожалуйста, это место. Это очень сильный стих. И большинство людей не осознают этого. Он показывает нам, что Иисус грядет. За сотни лет до прихода Иисуса Исаия поразгласил это пророчество. И здесь, в 14 стихе, сказано, «Итак, Сам Господь даст вам знамение, «Сей дева во чреве примет и родит сына». Речь идет о Деве Марии и родит сына, то есть Иисуса, и нарекут ему имя Эммануил». Далее 15 стих. «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Иначе говоря, научившись выбирать правильную пищу, он сможет отказываться от зла и выбирать доброе». А в 4 главе Евангелия от Матфея вы можете прочитать о тесте на пищу, который прошел Иисус. Объясню вам. Иисус был поведен Духом в пустыню, и Он постился там 40 дней и 40 ночей. И здесь сказано, «Напоследок взалкал». И тогда пришел сатана, искуситель, обманщик, обвинитель. Он пришел к Иисусу и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами». И как ответил Иисус? «Словом Божьим». Да. Он говорит, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Именно этим словом Божьим он ответил ему. И он прошел этот тест на пищу. Он поставил Слово Божье на первое место перед своей пищей. Да. Вообще-то, когда вы не едите... Да, это правда. ...во время поста. Это самый сложный тест, который только можно пройти. Верно. Это не тест для девочек-подростков. Это очень сложный тест. Он постился 40 дней и 40 ночей. И тогда пришел сатана, «Если ты Сын Божий...» Он манипулирует этим. Это происходит в минуты его самой большой слабости, понимаете? Сатана приходит и искушает Иисуса, наверное, его любимой пищей, горячим хлебом, только что испеченными булочками. И Иисус прошел этот тест на пищу. Но что происходит сегодня? Церковь проваливает тест на пищу почти во время каждого приема еды. И совершая это, мы приглашаем в наши тела болезни. Поступая таким образом, почти невозможно достигнуть 120 лет, обещанных нам. Это похоже на инструкцию от машины, где написано, «Эта машина, например, Мерседес или Роллс-Ройс, проедет миллион миль». У некоторых американских машин пробег без поломок рассчитан на 100 тысяч миль. Или же проблемы с ними начинаются после 50 тысяч. И много людей продают свои машины до того, как набежит 50 тысяч миль. Но это тело, которое мы имеем, согласно инструкции изготовителя, то есть Слову Божьему, это тело предназначено существовать 120 лет. Но если мы не вкладываем в него правильную пищу, или мы делаем это только время от времени, это точно так же, как пользоваться своей машиной и не менять масло, не обслуживать её. И в результате вы уничтожаете мотор или сердце. Сердечные болезни — это причина номер один в смертности в нашей стране, за которой сразу же идёт количество смертей от рака. Мы видим эпидемию этих болезней. Дон, скажу тебе, за все 50 лет своего служения я не помню, чтобы я молился за такое количество людей. Я имею в виду своих друзей, которые сильны в Боге, но заболели раком. И меня это очень тревожит. Так не должно происходить. Верно. Просто не должно происходить. Что ещё происходит? Опять же таки, это возвращает нас к той пище, которую мы постоянно избираем принимать. Потому что, как сказано в послании Галатам 6, 7, 8, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что вы посеете, то вы и пожнёте. Кто сеет свою плоть, тот от плоти пожнёт тление. Рак, сердечные заболевания, артрит. Верно. Но кто сеет в дух, от духа пожнёт жизнь вечную. Итак, что происходит, когда люди садятся кушать? К несчастью, они не избирают жизнь, делая выбор правильной Божьей пищи. Они избирают смерть, делая выбор в пользу изготовленной людьми искусственной пищи или пищи, прошедшей кулинарную обработку с высоким содержанием сахара, пищи, которая вызывает воспаление и приглашает смерть из-за болевания в тело человека. Вот что происходит. Это посеянные семя и болезнь, пожатая вследствие постоянного выбора неправильной пищи. Вот что происходит. И опять же, большинство из этих плохих выборов зависят от стресса, в котором пребывает много людей, потому что эта пища приносит утешение и заставляет вас чувствовать себя лучше. Сахар заставляет вас чувствовать себя лучше. Крахмал вызывает хорошее ощущение. Жирная пища, мороженое, жареные блюда, картошка, фри — всё это пища для утешения, которая вызывает ненадолго у вас улучшение самочувствия, но в то же время приглашает в ваше тело болезнь. И она вызывает дисбаланс гормонов аппетита в нашем теле. Понимаете, существует два главных гормона аппетита, о которых люди не знают. Если вы не сохраните равновесие этих гормонов, вы вызываете жадный аппетит, который почти невозможно контролировать. Плод не может его контролировать. Это как попытки обуздать дикую, брыкающуюся лошадь. Понимаете? Сложно обуздать эту плоть, когда гормоны аппетита выведены из равновесия. И что провоцирует дисбаланс лептина и грелина? Понимаете, когда уровень лептина высокий, он отключает ваш аппетит. Но если вы повышаете уровень грелина, он включает ваш аппетит. Это подобно акселератору и тормозу. И нам нужно сохранять равновесие уровня этих двух гормонов. Что же так сильно нарушает баланс этих гормонов? Употребление сахара, пищи, прошедшей длительную кулинарную обработку, газированных напитков, фруктозы, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Всё это высвобождает эти гормоны аппетита, которые вызывают вожделение пищи. И мы могли бы есть, пока не насытимся, однако через пять минут мы снова чувствуем голод. Что ещё запускает этот механизм? Этим грешит много женщин. Они не употребляют достаточное количество белков. И моя жена, например, когда-то тоже грешила этим. Я говорил ей, «Ты должна съесть немного белков с этими углеводами». Но она могла съесть большую тарелку блинчиков с сиропом без всяких белков. Одни лишь углеводы, опять-таки, вызывают дисбаланс в уровне этих гормонов аппетита. Когда вы просто добавляете к ним протеин, растворимую и нерастворимую клетчатку, это помогает сохранить баланс гормонов аппетита. Стресс тоже нарушает баланс этих гормонов. Именно поэтому я детально разберу, как сбалансировать их. Если вы не содержите их в равновесии, вы не сможете сохранить контроль над этой плотью. У вас будет неудержимая плоть и неудержимый аппетит. И это приведёт вас к выбору неправильной пищи, которая откроет доступ к болезням вашей тела. Итак, у нас есть конкретные пути, как сбалансировать эти гормоны. Один из самых лучших способов — это принимать пищу каждые 4 часа. Именно так гормон аппетита — грелин. Когда он низкий, тогда аппетит не обуздан, совершенно не управляем. Необходим 4-х часовой цикл. Если вы принимаете пищу каждые 4 часа, пусть это будет какая-то здоровая перекуска. Это значительно уменьшит уровень этого гормона аппетита. Мы можем использовать очень простые механизмы, которые будут сохранять эти гормоны в равновесии. Вот где вступает в игру вера. Это очень важная часть всего плана. Писание говорит, «Он проклят, если есть без веры, потому что все, что не по вере — грех». Вот что я вижу все время. Вы едите все, что вам угодно, в любое время, когда захотите. А потом, когда вы заболеваете, вы звоните мне и хотите, чтобы я помолился. Я благодарю Бога и... Вообще-то, я и сам так поступал. И Господь исправил меня в этом. Он сказал, «Во-первых, ты прекрасно знал, что не стоит это есть. Но ты все равно это сделал. И теперь пожинаешь результаты. И теперь ты пытаешься использовать свою веру. И твоя вера слаба, потому что ты знаешь, что ты наделал. И приходят осуждения, и начинают влиять на тебя духовно. Все эти вещи... Потому что тогда у вас появляется чувство вины, стыда, вы обвиняете себя, и вы в стрессе. И основой всего этого является страх. Это правда? И это все работает на страхе. Вы заразили свою веру. Вот что вы сделали. Прежде всего, нужно выбрать правильный процесс. Покайся. Позаботься об этом. И тогда обратись к Слову Божьему. Но не делай это поспешно. Углубись в Слово Божье и сделай то, что нужно для того, чтобы исцелиться от причины. Конечно. Если вы будете продолжать поступать так, продолжать поступать так снова, снова и снова, неправильно поступать снова и снова, вы можете становиться в каждую очередь за молитвой, начиная отсюда и до Северного полюса. И вам будет тяжело принять исцеление. И Господь указал мне на это, Дон. Да. Он сказал, ты знал, что помазание остановило тебя? Я ответил, да. Он сказал, и ты знал, когда оно вошло в них? Не правда ли? Я ответил, да. Он сказал, проблема в том, что даже когда мое помазание действует, чтобы исцелить колени этого человека или что-либо другое, но сейчас я думаю именно о его коленях. Конечно. Так вот, пока оно работает над этим, он продолжает делать то, что вызвало эту проблему. Это правда. И он сказал, не пройдет много времени, и он снова будет посвящать больше внимания этой боли, чем вере. Итак, вот этот процесс. Помазание уменьшилось, но у вас до сих пор остается люди застревают в этом чувстве вины. И хотя очень часто они каются, однако они не принимают прощения. Я знаю, это так. И они застревают в этом. У них есть склонность, например, в случае с артритом. Эти больные склонны употреблять пищу, которая вызывает болезнь в организме. Например, я говорил о некоторых видах пищи, которые очень быстро вызывают артрит. Это жареная пища. Это жареная пища. Много людей с артритом коленей, рук, у них шишки на пальцах, эти дистальные межфаланговые суставы. У таких людей тяга к жареной пище, молочным продуктам. Это основная причина остеоартрита, наряду с растениями вида посленовых. Посленовые — это овощи, которые много людей считают очень полезными, и они являются таковыми для большинства людей. Но для людей с проблемой остеоартроза, приблизительно в 50% случаев они вызывают воспаление, и они разжигают боли во время артрита. Это помидоры, картофель, перец, особенно киенский перец, хабанера, стручковый перец, паприка и баклажан. Мне кажется, что ты описал кислотную диету. Да, да. Именно так. Это кислотная диета. Существуют некоторые виды растений, которые вызывают воспаление у людей с определенными болезнями. Интересно, что люди, которые страдают этими недугами, например, артрит, лично у меня много лет тому назад был псориаз, и у меня была страсть к сальсе, перцем и помидором. Но я не знал, что именно они вызывают воспаление в моем теле. И что мне пришлось делать, чтобы исцелить свое тело от псориаза? Мне пришлось отказаться от глютена, который содержится в пшенице. Моими двумя жалами были глютен и посленовые. И я считал, что овощи вида посленовых очень полезны. Помидоры содержат ликопин, но в моем случае они вызывали воспаление. Именно тогда я написал эту книгу. Потому что очень часто пища, которой у вас есть тяга, является тем жалом, который приглашает болезнь в ваше тело. Боже мой. Слава Богу, нужно учитывать, во-первых, вокруг нас гибнущий мир. Во-вторых, с одной стороны, народ, который взывает к Богу, суд пришел с другой стороны, и вот мы, Божья армия. Да. Разбитая, страдающая. Мы уязвимы в тех же сферах, что и мир вокруг нас. И мы не делаем ничего, чтобы помочь им. Мы сами в беде. И я знаю. Это произошло со мной с Глорией. Бог просто усадил нас и сказал, смотрите, вы часть ответа, а не проблемы. И вам придется служить на эту тему. И вам придется говорить об этом прямо, открыто и сильно. И дать понять людям, что эти вещи для меня. Обязательные, сказал Господь. Он планирует, что вы будете заботиться о своем теле. Зачем? Для того, чтобы служить этим телом, телу Христову, и всему миру. Когда я учился в медицинском университете, у меня случился тепловой удар. Массивный тепловой удар и массивный рапдомиолис мускул. Мне сказали, что я больше никогда не смогу ходить. Но это совершенно другая история. Это произошло в 1982 году. И мне сделали биопсию мускулобедра. Врачи сказали, что от поверхности мускула до самой кости ткань повреждена некрозу. То есть она мертва. Ты больше никогда не будешь ходить. Если бы я принял эту весть и поверил ей, дьявол выбил бы у меня опору из-под ног. Я бы сидел в инвалидной коляске. И кто бы захотел прислушиваться ко мне в инвалидной коляске? Очень много христиан, служителей страдают от сердечных заболеваний, рака, диабета второго типа или от патологического ожирения. Люди в мире не будут прислушиваться к ним. Зачем их слушать? Именно поэтому нам нужно быть примером с современными Даниилами, у которых есть мудрость, у которых есть крепкое здоровье и большая энергия, энтузиазм и страсть. Вот что нам нужно, и вот чего ищет Бог. И мне все равно, что кто и где или почему кто-то очутился в инвалидной коляске. Вы можете встать из нее. Сейчас. Но для этого потребуется посвящение. Потребуется вырастить на себе толстую духовную кожу. В эти последние несколько секунд расскажу вам. Один мужчина, он еврей-бизнесмен. Он сказал, Кеннет, меня называли как угодно, поскольку он еврей, понимаешь? Конечно. Понимаешь, что он имеет в виду. Но он сказал, знаешь что, я никогда не обиделся. Потому что в ту минуту, когда я приму эту обиду, я в беде. Верно. И он сказал, это повлияет на мою жизнь, это повлияет на мой бизнес, это повлияет на мою семью. Аминь. Говорю вам, ухватитесь за то, что он сказал. Ведь сатана использует все эти вещи. Он сказал, что я сижу в инвалидной коляске. Он сказал, что я слишком толстый. Прекратите. Остановитесь. Не будьте уж такими чувствительными. Станьте сильнее. В этой мирской системе нет ничего, что не могла бы преодолеть вера. И мы с Доном вернемся через минуту. Я хочу прочитать здесь то, что совершил и сказал Иисус. Вот Иисус идет вместе с Иаиром к его дому. Иисус собирается воскресить дочь Иаира из мертвых. Только что пришел человек и возвестил о том, что дочь Иаира умерла. И вот эта минута очень важна. Сколько разных вещей мог Иисус сказать Иаиру в эту минуту? Но послушайте, что он сказал. Но Иисус, услышав это, он услышал весть о смерти дочери. Дочь твоя умерла. Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся!» На самом деле он сказал, «Останови страх!» Аминь. Останови его сейчас же. Только веруй. Используй только свою веру. Это правда. Останови страх. И спасена будет. Это описание точного процесса в Царстве Божьем. Остановите страх. Остановите его сейчас же. Я читал это и готовился, чтобы проповедовать на эту тему. И у меня были определенные вопросы, с которыми и над которыми я работал. И я услышал слово от Господа. Он сказал мне, «Допустить страх значит заразить веру». И единственный способ очиститься от этого, это обратиться к первому посланию Иоанна 1.9, где сказано, «Он верен и праведен, чтобы простить нам грехи наши, когда мы исповедуем их, и очистить нас от всякой неправедности». И вот почему я все это сейчас сказал. Давайте откроем быстренько четвертую главу Евангелия от Марка. «Посеянные при дороге» означает «тех, в которых сеется слово, на котором, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Подобным образом и посеянные на каменистом месте означает «тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны». Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются или обижаются. И все соблазны и обиды, все задетые чувства, все это основано на страхе. И это разрушает веру. И движение со страхом. Это разрушитель веры. Да, это зараженная вера. Да, это плохая земля. А без веры невозможно угодить Богу. Да. Послушайте, в таком случае вы в опасности. Задумайтесь об этом. Какая мне разница, что вы обо мне думаете? Какая разница? Если я знаю Иисуса как своего Господа и Спасителя, и я знаю, что люблю тебя, потому что я буду любить тебя не потому, что ты милый и приятный человек. Аминь. И не любить не буду, даже если ты не милый. Я люблю тебя, потому что мне заповедано делать это. И я избираю принимать Божьи заповеди. Мы с Гори практикуем это много лет. Я знаю, точно так же делают доктор Колберт и его жена Мэри. В ту же минуту, когда прозвучит хотя бы намек на какое-то резкое слово, мы сразу же останавливаемся и говорим, милая, прости меня, пожалуйста. Отец Небесный, прости меня. Не имеет значения, где мы. В любом месте, даже посреди улицы. Аминь. Мы сразу же разбираемся с этим. Мы немедлим ни одной секунды. Она очень сильная. И опять я учу этому своих пациентов. Я провожу их через эту терапию прощения, потому что многие из них неосознанно открылись для болезней, сохраняя обиду. И они обращаются к тебе, чтобы выздороветь. Конечно. Но они настолько наполнены обидами, гневом, горечью, что это уничтожает их веру. И пока они наполнены обидами, почти невозможно выздороветь. И что хорошего может сделать какое-то лекарство. Вы просто приглушаете это, подавляете, или как лучше сказать. Оно берется с корнем. Оно не борется с корнем ситуации. Существует корень горечи. Лучше всего это сказал Павел в 24 главе книги Деяний, в 16 стихе. Он сказал, «Вот что я делаю». Он говорит, «И сам подвязаюсь». Я представляю себе человека в спортивном зале, который делает определенные упражнения, подымает тяжести или отжимается, качает мускулы. Но и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Понимаете, много людей обижаются на Бога. Они разозлились. Их муж или жена умерли, или произошла какая-то трагедия, какая-то травма, и они обвиняют в этом Бога. И мне приходилось проводить людей через терапию прощения, чтобы они простили сами себя, простили других и даже простили Бога. И это буквально начинает возвращать мир Божий в их жизнь. Это уничтожает ссоры, обиды, горечь и злость. И это буквально ведет их в уединенное место, где они могут пережить мир Божий, превосходящий всякое разумение. Вот почему в моей практике мы используем музыку поклонения, чтобы ввести их в это уединенное место. Мы буквально удаляем смертельную эмоцию, особенно обиду, гнев, горечь. И тогда мы вводим их в состояние потрясающего поклонения и мира. И после этого мы буквально вкладываем Слово Божие, говорим им местописание. Это просто удивительно, какие чудеса мы видим после такого рода терапии прощения. Слава Богу! Знаешь, давай сейчас рассмотрим кое-что в пятой главе послания к евреям. Поручение для этого служения пришло 50 лет тому назад. И обратите внимание, что он сказал. Пятая глава, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Вот к чему я хотел подойти. «Твердая же пища». Он говорит о «твердой пище» Слова, иначе говоря о том, чтобы выйти на тот уровень, где вы получаете откровение в Слове Божьем. «Свойственно совершенным, у которых чувство навыкам в ссылке сказано посредством упражнений или тренировки, у которых чувство навыкам приучены к развлечению добра и зла». Теперь посмотрите, посмотрите. Хорошо сказано, не правда ли? Посмотрите. Что сказал здесь апостол? «Вот в чем я подвязаюсь. Я тренирую себя». Наверняка он проводил в этом какое-то время. Для этого требуется практика. Он практиковал это. Практиковал. И вот что я пытаюсь сказать людям. Чудесно. К сожалению, Америка — это самая обидчивая нация на Земле. Несколько лет тому назад я провел исследование на тему обиды. У Америки 90% всех судебных исков в мире, хотя мы насчитываем менее 6% населения мира. То есть буквально в мышление очень многих американцев вложено «Кто виноват?» Чья это вина? И в результате во многих людях живет дух обиды, который они практикуют. Вместо того, чтобы практиковать, упражняться в прощении и освобождении от обиды, мы упражняемся в горечи, обидах, непрощении и прочем. И когда мы это делаем, мы парализуем нашу веру. Мы не можем пережить мир Божий, радость Господа, любовь Божью, плоды Духа, когда у нас дух обиды. И от этого зависите «выздоровеете вы или нет?» Это почти невозможно оставаться здоровыми. Когда у вас дух обиды, вы приглашаете болезнь в свое тело. Вот что Господь сказал мне. Несколько лет тому назад ко мне пришло слово от Господа. это было в конце лета. Тот, кто желает быть здоровым, нет, он сказал так, существует разница между желанием быть здоровым и тем, когда вы устали быть больным. Хорошо сказано. Я никогда не знал об этой разнице. Вот у этого человека есть желание быть здоровым. Иначе говоря, есть какая-то цель. Он не просто устал от того, чтобы быть больным. И желание, мне нужно быть здоровым по определенной причине. Я солдат в армии Господа. Мне нужно быть здоровым, сильным, мне нужно верить Богу. Много поставлено на карту для моей семьи и остального. Тот, кто желает быть здоровым, будет исследовать места Писания каждый день. Не будет забывать принимать свои диетические добавки. Не будет принимать в пищу то, что не является Божьим способом питания. Я говорю, конечно же, о натуральной, органической пище, о правильном выборе. Именно об этом ты говоришь в своей потрясающей книге, которую ты написал. Он бы не ел ничего, что не является Божьей пищей, ни при каких обстоятельствах. И в книге притчи, 23, с 1 по 3 стихи написано, приложить нож к своему горлу. К своему горлу? Если ты алчен? Да. Или если человек не может контролировать свой аппетит? Об этом ты говоришь. Но сегодня мы видим, что вместо того, чтобы ограничивать себя, люди прикладывают нож к своему желудочно-кишечному тракту, потому что они делают себе бандажирование желудка. Им делают рукавную гастропластику, желудочное шунтирование для того, чтобы уменьшить их аппетит, потому что они не могут контролировать его. И у них патологическое ожирение. У них такие заболевания, как диабет 2 типа, высокое давление и остальные побочные результаты. Существует 35 основных болезней, которые являются последствиями или посеянным семенем вашего ожирения. 35 основных заболеваний, включая 12 разных видов рака. Иначе говоря, когда вы делаете выбор иметь жировое отложение на животе, ожирение, вы выбираете эти 35 основных заболеваний. Но Иисус получил 39 ударов по своей спине, чтобы исцелить нас от каждой болезни. И ожирение — это выбор. Много людей говорит, «Знаете, у нас в семье все страдают ожирением. Это в наших генах». Или, например, «У меня замедленный метаболизм», «У меня очень медленный метаболизм», или «Мы все полные». А я говорю людям, «Вы все можете во Христе, который укрепляет вас». И когда вы зажигаете все цилиндры в разуме, эмоциях, теле и духе при помощи Божьего Духа, тогда разум, эмоции и тело пребывают под контролем вашего Духа. И вы будете поступать, есть и думать так, как надо. И тогда ваше тело будет запрограммировано на снижение веса. Это очень просто. Это просто. И я снова хочу сказать вам это. Господь обращается ко мне. Я тоже прошел через это. Когда-то я весил 118 килограмм. И какой у вас рост, брат Копун? В то время мой рост составлял приблизительно 1,76 метра. Понятно. Аминь. Я не мог контролировать это, Дон. Я делал все, что знал, чтобы избавиться от лишнего веса. Какими были ваши основные предпочтения пищи? Я делал все, но я же... Ну, ты уже все описал. Хорошо, да. Хлеб. Хлеб. Это для меня было просто катастрофическим вопросом. Знаете, я говорю о естественных вещах, потому что я еще не был рожден свыше, когда начал есть хлеб, когда пристрастился к нему. И я сбросил вес, и он колебался между 105 и 108 килограммами. Приблизительно на этом уровне я оставался. Я знал все это, потому что моя мама была человеком, который немного разбирается в питании и в медицине. Она знала и научила этому меня. А я просто не хотел слушать. Как бы там ни было. В тот день, когда я поехал учиться в университет Орла Робертса в декабре 1966 года, меня зачислили список студентов в январе 67 года, и Господь сказал мне это честно и прямо. Ты избавишься от лишнего жира. И я не знал, как это сделать, кроме того, чтобы употреблять белковую пищу. Снова и снова. И в результате вы становитесь настолько ограниченными, что даже не можете вспомнить свое имя. Но, по крайней мере, жир уходит на некоторое время. И в первый день я съел 9 вареных яиц. Но самое прекрасное было в том, что Бог начал сводить меня с людьми, которые знали, как это делать. Это важно. Именно в этом состоит служение твоей жизни. Именно поэтому мы слышим сегодня, что это можно не только совершить, но это можно совершить в Слове Божьем прежде всего. Потому что хлеб нужно было положить на алтарь. Разрешите мне немного рассказать вам о хлебе, потому что большинство людей не знают этого. Современный хлеб не такой, как хлеб и пшеница 2000 лет тому назад, когда Иисус учил нас молиться. Хлеб наш насущный, дай нам сегодня. И много людей говорят, но Иисус ел хлеб, мне нужен хлеб. В наше время мы добились таких гибридных, искрещенных видов пшеницы, что они вызывают сильные воспаления в нашем теле и в нашем мозге. И это вызывает болезни в нашем организме, особенно жировые отложения на животе и диабет второго типа. Поймите, когда диабетик употребляет хлеб, это сразу же повышает уровень сахара от 4,4 до 6,6 микромоль. Это должно о чем-то говорить. Это значит, что их уровень сахара повышается. И еще одно относительно хлеба и пшеницы. Я говорю о пшеничных изделиях, таких как паста, багетти, кренделя, большинство круп. Почти все они в наше время содержат глютен. Он вреден для большинства людей. Приблизительно одна треть людей, когда они отказываются от глютена, у них начинается ломка, потому что в составе глютена есть вещества, называемые глютоморфины, связанные с рецепторами морфина в мозге. И буквально треть проходит через симптомы ломки, страстной тяги к пшеничным изделиям, безумным желаниям, депрессии, головных болей, тошноты, как будто у них на спине сидит обезьяна. Поэтому я привожу многих моих пациентов к отказу от глютена. И мы объясняем им, как это сделать правильно. Глютен вызвал сильное воспаление и в моем организме, когда я много лет тому назад страдал от псориаза. Я открыл, что корнем моей болезни были два основных жала. Это были два вида пищи, которые у меня была тяга. Я жаждал употреблять ее во время каждого приема. Я употреблял ее во время каждого приема и удивлялся, почему я не могу исцелиться. Я молился, чтобы Господь исцелил меня, потому что Он исцелил меня от массивного теплового удара. И мускулы в моих ногах были мертвыми, но Бог исцелил меня. А потом, через 10 лет, у меня появился псориаз, зуд и высыпание по всему телу, самый ужасный зуд, который можно было себе представить. И после долгих молитв Он сказал, «Нет, моей благодати достаточно». Тогда я сказал, «Итак, это жало во плоти, которое мне придется носить всю мою жизнь». Но я еще не осознавал, что этим жалом в моей плоти были два вида пищи, которые и приглашали эту болезнь в мое тело неосознанно. И одним из них был глютен. И глютен находился почти во всех продуктах. Именно поэтому в своей книге «Пусть пища будет вашим лекарством» есть таблица, где указан высокий уровень глютена в разных видах продуктов. Но я отказался от глютена и от посленовых, особенно от перца и паприки. Чуть на протяжении трех-четырех месяцев псориаз исчез. И я мог бы молиться, я мог бы просить, чтобы на меня возлагали руки каждый служитель исцеления, но пока я не предпринял действия, а вера без дел мертва, Бог буквально вложил в меня ненасытный аппетит к познанию и мудрости. И я изучал многих специалистов в каждом отдельном виде альтернативной медицины. Комеопатия, натуропатия, хиропрактика, питание, биоидентичной стоматологии, акупунтуре. И я собрал много информации. Я нашел нужные ключи для исцеления. И именно этой информацией я делюсь сегодня с людьми, чтобы добраться до корня их болезней. Есть еще кое-что. Позвольте сказать это. Потому что это повлияло на меня. Очень сильное откровение. В одно время, много лет назад, мне нужно было освобождение от сигарет. Это были мои основные проблемы. До спасения мне было все равно. Но после спасения ко мне стало приходить осуждение из-за того, что я курю. И я знал, что это нехорошо. С этим нужно было разобраться. И следуя Слову Божьему, я сказал, «Господь, как ты собираешься освободить меня от пищи? Мне ведь нужно есть». Он сказал, «Я не освобождал тебя от дыхания. Я освободил тебя от вдыхания дыма и заглатывания никотина». Он сказал, «Я не освобождал тебя от питья. Я освободил тебя от употребления алкоголя». Тогда я немного понял, к чему он ведет. Я получил небольшое понимание. Я начал искать места Писания, чтобы стоять на основании этих мест Писаний против духа обжорства. Каждого вида зависимости, включая пьянство. Там написано «обжорство и пьянство». Объедение и пьянство. Каждый стих, где сказано «объедение», «обжорство», и я увидел. Процесс принятия вашего освобождения остается таким же. Вы просто не опускаете руки. Вам не обязательно переносить процесс ломки. Нет, у нас есть сила в крови Иисуса. И когда я сделал это, самое важное – это решение. И обида, затронутые чувства Решение – это ключ. Пытается удержать вас от этого. Потому что вы слышите только «О, нет, он пытается отобрать у меня все, что мне нравится, и еще называет меня жирным». Таким образом, вы противостали освобождению от этого. И страх применяет свою духовную силу против вашей веры, которая ослабела, потому что ее не питает Словом Божьим на эту тему. И послушайте, просто в один день я был освобожден от белого хлеба. Раньше я мог за один присес съесть пол-батона, доктор. У меня был хороший друг, который работал в пекарне. Я шел туда, и он давал мне этот белый хлеб для тостов. Он был совсем еще горячий, еще до того, как его нарезали. Я отрезал здоровый кусок масла, клал его в этот кусок хлеба, прижимал другим и чувствовал себя как пес, когда приходил туда, который хочет есть. Я был зависим от белого хлеба. Но вы мне также рассказывали, что отказались от сахара. Зависим. Да, это правда. Что мы видим? Много людей поглощает большое количество пищи, содержащей крахмал. Если вы хотите уничтожить свою энергию, энтузиазм и страсть вечером, употребляйте много пасты, много хлеба, и это будет истощать вас. Но вы также рассказали мне, что отказались от сахара и от кофе. Тот же самый процесс. Это не было в то же время, когда я отказался от сахара и хлеба. Хотя довольно-таки близко. Позже я отказался от кофе, и я просто принял причастие. Я поставил его на тарелке перед собой, и Господь показывал мне, что делать, и это процесс веры. Сначала вы говорите, больше я никогда не буду нуждаться в тебе. Я говорил кофе. И я верой принимаю свое избавление. Но когда вы потом видели горячий хлеб и масло, и по слову Божьему, я освободен от тебя. И тогда я просто сделал это. Я отбросил его. И желание пропало. Я был абсолютно уверен в этом случае, что Господь помог мне отказаться от кофе, поскольку кислотность и смолы задерживались в моих суставах. И это вызывало боль. Я молился и не получал никаких результатов. Я очень быстро понял, что боль что-то вызывает. Я пил слишком много кофе. И прошел через тот же процесс. И прошло уже 39-40 лет. Один лишь запах кофе вызывает у меня отвращение. Хотя раньше я стоял и вдыхал этот запах. Просто нюхал эту банку с кофе. И приготовленный кофе никогда не напоминал по вкусу его запах. Потому что запах был превосходный. Теперь для меня это отвратительно. На самом деле кофе вызывает повышенную кислотность. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Мы благодарим Тебя сегодня. Которая берет командование над нашей плотью и над тем, что вызывает проблемы, болезни и недуги. Над всеми сферами опасности, в которых сатана расставил для нас капканы, чтобы поймать нас и убить. И мы принимаем это, Господь. Мы благодарим Тебя и воздаем Тебе всю хвалу и честь. Во имя Иисуса. Аминь. Доктор, это хорошо. Аминь. Да. Это полезная вещь. Доктор Колберт, на тот случай, если вы еще не знаете его. Давайте рассмотрим 3 главу 1 послания к Оримфинам. Я хочу проследить там некоторые вещи. Мы говорим об интегрированной системе Духа. Вы должны помнить, что вы — это Дух. У вас есть Душа, которая является составляющей частью вашего Духа. Она состоит из вашего разума, вашей воли и ваших эмоций. И у вас есть физическое тело, в котором живете вы и ваша Душа. Это самый быстрый способ получить хорошее понимание этой темы. Особенно душевной и интеллектуальной составляющей человеческого существа. Эта Душа состоит из разума. Мозг — это физический орган. Но разум использует мозг для того, чтобы контактировать с этим естественным физическим миром. Это не наука. Это концепция Слова Божьего. И я хочу, чтобы вы это поняли. Мозг и разум не рождаются заново. Вам придется его обновлять. И вам придется иметь дело с этим физическим телом. Но знаете что? Вам нужно питать все три свои составляющие. Вам нужно питать Дух, для того, чтобы Он вырабатывал веру. Вам нужно питать разум, волю и эмоции Словом Божьим, потому что если вы этого не делаете, у вас не будет никакой силы воли. У вас не будет. Вы просто будете душевной развалиной. Верно. Если все, что вы употребляете, — это умственные конфеты. И то же касается и физического тела. Бог создал каждое живое существо с потребностью в питании. И в этом мы находим радость жизни. Бог создал пищу, которая правильным образом питает и дух, и душу, и тело. Он не мог создать нас с потребностью в питании и не обеспечить пищей. Хорошей пищей. Это было бы очень несправедливо. Итак, пища, которая питает дух, пища, которая питает интеллектуальную составляющую человека, и пища, которая питает физическое тело, чрезвычайно важна для Бога. Да. И Он хорошо поработал над этим. Да. Но все эти три вида питания были испорчены человеком. Послушайте, религия не является пищей для духа. Религия для духовного человека — то же самое, что и нездоровая пища. Пища, загрязненная человеком. Генетически измененная. Кстати, именно так Джесси Дю Плентис называет религию. Генетически измененная Библия. У нее тот же эффект. Она приглушает дух, делает веру слабой, а страх сильным. Конечно. Итак, 1 Коринфянам, 3 глава. «Разве не знаете...» Очевидно, что мы должны это знать. «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Следующий стих. «Никто не обольщай самого себя». Далее 6 глава. И здесь снова 19 стих. «Не знаете ли...» То есть вы хотите сказать, что не знаете? Я только что сказал вам это, но вы все еще не знаете. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Опять же, ухватитесь за это всеми фибрами своего Духа и своего разума. Постигните это, ибо вы куплены дорогою ценой. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших». Аминь. Итак, ваше тело так же важно, как и ваш Дух. Доктор, когда это откровение просто удивило меня, восхитило меня, я весь дрожал. Я снова и снова читал эти места Писания. И то, что со мной произошло, описано в 12 главе послания к римлянам. Господь привел меня к этому месту. В одной конкретной ситуации, где я очень сильно нуждался в вере. Я выступил против козни дьявола, разных его хитростей, и подвязался добрым подвигом веры, сражался добрым подвигом веры в нескольких разных сферах одновременно. И Бог повел меня обратно сюда. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Посмотрите, как Он назвал ваше тело. Он не сказал, представьте его святым. Он сказал, это тело принадлежит мне и я, называя его святым, благоугодным. Бог примет его. Но наше с вами задание принести его в жертву, представить его в жертву живую. Это благоугодная жертва. Помните, жертва в Ветхом Завете не должна была иметь ни порока, ни недостатка. И вот мы, очищенные кровью Иисуса, являемся благоугодной жертвой. Но мы должны быть готовы и хотеть положить эти желания плоти, эту плоть на алтарь. Да, потому что она не принадлежит вам. Она не ваша, конечно. Она должна пройти через процесс обновления мышления. Я прекратил называть его своим телом. Апостол Павел сказал, я усмиряю свое тело. Он сказал, во мне, то есть в теле моем нет ничего доброго. То есть поступать таким образом это по Писанию. Я обновлял свое мышление, свой ум, чтобы изменить мое понимание в этом вопросе. Я сказал, это моя живая жертва, святая и благоугодная Богу. Она не принадлежит мне. Она принадлежит Иисусу. И я услышал, как Бог сказал, это тело Христа. И я подумал, должен ли я так говорить? Ну да, это тело. Не именно все тело, но клетка тела Христа. Точно так же, как и у вас есть клетки. И каждая из этих маленьких клеточек содержит полный набор вашей ДНК. Вот что Писание использует для образа тела Христа. Аминь. Мы все соединены. Вы клетки, и мы соединены. Если ваша клетка больна, вы влияете на меня. Понимаете, если вы духовно больны, если вы душевно больны, это повлияет на меня. В соответствии со Словом Божьим. Надежда, долго не сбывающаяся, томить сердце, сказанное в Писании и так далее. И я начал говорить это. И это поднялось во мне и увеличилось во мне, как будто бы во мне вырастал гигант веры. Неожиданно моя плоть уже не могла избежать наказания за то, за что избегала раньше. Не то, чтобы она избегала наказания, но мне потребовалось определенное качественное время веры, чтобы усмирить ее в тех сферах, в которых она нуждалась в исправлении. И это откровение стало очень сильным. Мне до сих пор нужно упражнять свою веру, но моя вера сильнее сейчас. Вот что я хочу сказать. И в пятой главе послание Галатам, кажется, в 24 стихе говорится, «Но те, которые христовы, иначе говоря, если вы христиане, вы распяли плоть со страстями и похотями». Существуют определенные вещи, которые мы, христиане, должны распять на кресте, распинать их там каждый день или раз и навсегда. Да, это обязательно. Это обязательно, если вы хотите жить в божественном здоровье. Если вы хотите называть себя послушным Богу, потому что, переступая через эту черту, вы будете непослушными Богу. Именно здесь вы должны быть водимы духом, а не плотью. Очень много христиан, водимы... Большинство христиан, водимы плотью, а не духом. Потому что, когда вы исполнены Духа Святого и введены Духом, вы будете поступать так, как наставляет вас Дух Святой. И слишком много христиан, водимы плотью. Они употребляют всё, что угодно, ссорятся, обижаются, живут, как все люди в мире, и в результате они не являются причастниками божественной природы и не ходят в вере. И они не ходят в милости и мире Божьем, любви Божьей во всех плодах Духа, потому что мы должны быть водимы Духом Божьим. Всё просто. Это очень важно. Это прежде всего. И у нас нет радости в Господе. Радость в Господе — сила наша. Однако где радость в Господе? Вы отобрали у меня моё мороженое, и у меня не будет никакой радости. Для этого вам нужно распять плоть. Я только что обиделся. Видите, в этом есть обида. А где обида? Там я разозлился на вас, потому что вы разговаривали со мной таким образом. И что произошло? Беру у тебя сахар и твой хлеб и твоё мороженое. Ведь каждый вечер многие из моих пациентов любят сидеть перед телевизором и съедать не одну порцию, но целое ведёрко мороженого. И они любят делать это каждый вечер. Буквально, эта пища является утешением для их тела. Но вашим утешителем должен быть Дух Святой, а не порция мороженого или буханка хлеба, или брауни, или печенье ореа, или шоколадное печенье, или газировка, или что-либо подобное. Они не являются вашим утешителем. Дух Святой должен быть вашим утешителем. И вот почему мы должны научиться каждый день распинать эту плоть. Скажу вот ещё что. Многие люди любят сидеть перед телевизором и выпивать перед сном три порции мартини. Да ну же, дружище, кто ты такой? Ну, это совсем другое дело. Совсем не другое дело. Это то же самое дело, только с другим составляющим. Один зависим от одного, другой зависим от другого. И мне всё равно, от чего вы зависимы. Это не Слово Божье. Мы должны быть зависимы от Слова Божьего. Именно для этого вы были созданы. Но когда вы убираете Слово Божье и начинаете пробовать то, что вызовет у вас другую зависимость от какого-то вещества, я уверяю вас, что вам нужно выйти из этого. Единственное питьё, которое, как я убедился, не вызывает у меня зависимости, это вода. Да. Да. Но в ту же минуту, как ты соединяешь её с чем-то, ты замечаешь, что не можешь обойтись без этого. Да. Не нуждаетесь именно в воде, а не в чём-то другом. Таковы основные влечения плоти. Это так. Повторюсь, когда вы становитесь христианином, вы буквально искуплены кровью Иисуса. Однако мы говорим, «Это моё тело, это мой выбор». Но мы должны позволить выборам Иисуса стать нашими выборами. И опять же, дело не в законничестве. Очень много людей спрашивают, «Если я буду употреблять то и это, если я буду употреблять сахар, ветчину, я попаду на небо?» Конечно, после смерти вы попадёте на небо. Дело не в законничестве. Но что мы хотим сказать? Если вы будете продолжать делать неправильный выбор и питать плоть тем, что она желает, это в общем приведёт к тлению и болезням. И тогда вы попадёте на небо, но вы попадёте туда быстрее. Вот что я пытаюсь сказать. Испытав много боли. Испытав при этом много боли и много проблем. От лени говорится в Послании Галатам 6, 7, 8. Там сказано, «Братья, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, ибо то семя, которое вы посеете, вы и пожнёте». Вы пожнёте. «А кто сеет в плоть, от плоти пожнёт лению». Среди наших слушателей нет ни одного человека, который бы не знал, что это неправильно. Ни одного человека. Ни одного. Даже если кто-то не знает Господу, у вас всё равно есть совесть. Даже если вы не знаете Иисуса. Конечно же, если вы не сожгли её так или иначе. И вы знаете, что выбор, который вы совершаете, приносит вам вред. Это понятно. Все знают это. Люди зарабатывают на этом миллиарды долларов и не могут исправить проблему. Она только ухудшается. Но самое важное то, что мы не вкладываем прежде всего Слово Божье. Мы не ставим на первое место настоящую цель для этого физического тела на земле. Оно принадлежит Иисусу и Его служению. Не имеет значения, к чему вы призваны. Для того, чтобы быть призванным Богом, не обязательно быть апостолом, пророком, евангелистом, пастором или учителем. У Бога есть план для каждого человека, который дышит. И вы должны проявить себя в Нём, как только можете. Но лучше всего, и вы очень хорошо сказали это, чтобы разрушить власть в плоти, это опять же взять Слово Божье. Возьмите то, что Слово говорит в 1 Коринфянам 3 главе в 16 стихе. Разве вы не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. И вы просто цитируете Слово, что вы — храм Божий, и что вы отказываетесь разорять этот храм. И далее. 1 Коринфянам 6 глава 19 и 20 стихи. «Вы куплены дорогую цену». Это больше не моё тело. Это тело принадлежит Иисусу. Поэтому я должен прославлять Бога в своём теле и в своём духе. А как я прославляю Бога в своём теле? Когда я предоставляю своему телу необходимую пищу, питьё и двигательную активность, чтобы оно процветало, а не просто выживало. И вопрос здесь не в том, чтобы обходиться без чего-то, а в том, что именно употреблять. Именно в этом есть сила. Аминь. Именно в этом есть вера. Именно в этом качество жизни. Позвольте сказать вам. Я прочитаю это вместо того, чтобы просто говорить вам. В послании к Ефесянам 5, 29 и 30 сказано, «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь, церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Вот место исцеления для вас. Мы плоть от плоти Его и от костей Его. Но если вы не рассуждаете правильно, если вы не принимаете причастие, тело и кровь Христа, не рассуждая правильно о теле, об этом теле, и об общем теле Христа, тогда вы больны, болезнь проявляет себя. И Иисус не только хочет исцелить вас, когда вы уже лежите на смертном ложе при последнем своём вздохе, «О, исцели меня, Иисус!» Он пытается сохранить вас божественно здоровыми на протяжении всей вашей жизни, если вы будете внимательны. Не могу передать вам, сколько пациентов я видел, которые обращались ко мне за несколько недель перед своей смертью. Они лежали на смертном ложе. И только вчера я видел одну женщину, у которой рак распространился на всё тело, даже на её мозг. Ей буквально остаются считанные недели. И снова вы спрашиваете, что же они сеяли? Какое семя они сеяли? Несчастью, они сеяли ту пищу, которая приглашает болезнь и смерть в их тела, пищу, которая вызывает воспаление в теле, вместо живой пищи, которая восстанавливает силы и оживляет тело. И я всегда нахожу, что это сахар. Человек, который продолжает употреблять сахар, приглашает дегенеративные и воспалительные болезни в своё тело, а также тление и рак. То же самое касается и технологически обработанной пищи. Люди не понимают, что компании, перерабатывающие продукты, берут пищу, они нанимают самых лучших химиков, самых лучших маркетологов, психологов, и они буквально приводят в действие пять органов чувств, чтобы эта пища ставала неотразимой для ваших пяти чувств. Они хотят, чтобы вы стали зависимы от неё. Чтобы вы стали зависимы на всю жизнь. И они не хотят, чтобы вы съели только одну порцию, потому что почти невозможно съесть одну порцию. Они хотят, чтобы вы съели всю упаковку, всю пачку. И они хотят, чтобы вы делали это каждый вечер. И в результате они делают это ради денег. Они не делают это ради того, чтобы разрушить ваше здоровье. Они делают это ради денег. И они получают человека, зависящего от нездоровой пищи, который буквально не может съесть только одну порцию. Смотрите, вот компания, которая изготавливает какой-то пищевой продукт. Верно? Они изготовили какой-то продукт, и вы собираетесь его употреблять. И вы будете объедаться им снова, снова и снова, и это сделает вас больными. И у вас будет одно, и у вас будет другое. Не будем говорить лимон, а скажем лайм. Это не лайм, это пирог с лаймом. И люди съедают не один кусок, а целый пирог. Ты помешал мне окончить мой пример. Да нет, ладно. Но та же компания, которая изготовила этот пищевой продукт, также может изготавливать чудесную таблетку, которая поможет вам не умереть за одну ночь. Итак, вы создали эту проблему, и ваше тело реагирует на это, это пытается убить вас. Но они создали таблетку, которая должна сохранить вас при жизни. И мой быстрый, как молния разум, может все подсчитать. Они зарабатывают миллиард долларов на таблетках, и 900 миллионов на этом продукте, пищевом продукте. Удивительно, правда? Очень много компаний, перерабатывающих пищу, создают продукты, вызывающие зависимость, которые вызывают болезнь. А фармацевтика создает таблетку, которая работает над симптомами этой болезни. Получается беспроигрышная ситуация, и вся соль в деньгах. Это управляется деньгами. И те же люди владеют обеими компаниями. Но я устал служить им. Я больше не собираюсь служить им своим телом, своим здоровьем. Это многомиллиардный бизнес. Триллионы, триллионы долларов. Даже не миллиарды, а триллионы долларов. Да. Но если речь идет о том, что вам нужно лекарство, чтобы не дать вам умереть сегодня, это совершенно другое дело. Мы говорим не об этом. И благодарение Богу за настоящих докторов, таких как вы, доктор Колберт, которые знают Бога и хотят помочь. Если вам нужно лекарство, используйте все, что угодно, чтобы остановить смерть и болезнь. Но здесь мы говорим о божественном здоровье. Когда вы вообще не заболеваете. Да. Доктор, я не могу передать тебе, как я наслаждаюсь этим уровнем. Вы до сих пор катаетесь на лыжах. В 80 лет. Это удивительно. Не могу даже передать тебе, как я наслаждаюсь тем, что я не болен. Пола Богу. Это чудесно. И с возрастом я наслаждаюсь этим все больше и больше. Аминь. И я не трачу 25 тысяч долларов в год на таблетки. Я трачу свои деньги на катание на лыжах. Я езжу кататься на лыжах. Очень много людей, достигнув 50, 60, 70 лет, начинают умедлять темп жизни. У них нет энергии, они хотят только сидеть перед телевизором. Но у нас есть внуки и правнуки. У меня есть внуки. Это маленькие дети, и я хочу поддерживать темп отношений с ними. Я хочу оставаться активным, потому что я наслаждаюсь их обществом. Мне нравится передавать им Слово Божие. Мне нравится учить их быть свободными от обид, практиковать прощение, любовь, радость и мир, буквально загружать Слово Божие подрастающее поколение. И поступая так, мы должны быть для них примером. Мы должны передавать истину следующему поколению. Это очень важно. Знаете, Писание сказало очень просто. Бог избрал Авраама, потому что он мог научить своих детей. Мы вернемся через минуту. Я в восхищении каждый раз, когда встречаюсь с тобой. Я столько узнаю от тебя. Хвала Богу. И ты так благословил нашу жизнь. Что ж, спасибо. И ты частично являешься причиной тому, почему мы с Глорией настолько необоснованы здоровы. Аминь, мне это нравится. Вот что я вам скажу. Он вам этого не скажет, но я скажу. Как-то мы стояли... на кухне доктора Колберта. И они с Мэри стояли там. Мы просто разговаривали там и разговаривали о тех же вещах, о которых говорим здесь. И ко мне пришло слово от Господа. Оно меня так потрясло. И Господь сказал, «Дон Колберт – это апостол исцеления». Я остановился. Я сказал, «Хорошо». «Понятно». Я сказал, «Но, Господь, ты говоришь об апостолах, пророках, евангелистах, пасторах и учителях. И я уже знал, что ты служитель Евангелия. И ты не доктор, который проповедует. Ты проповедник, который работает доктором». Я начал понимать это. Но я говорю это вам, потому что вам нужно знать, что здесь происходит. Он не просто врач, которого мы пригласили, чтобы поговорить о правильном питании. все значительно глубже. Я сказал, «Хорошо, Господь. А как это соотносится с тем, что он также является доктором медицины?» Он сказал, «Кеннет, если я призвал человека работать с автомобилями, ты ведь не думаешь, что я не дам ему образования?» Я призвал его исследовать эти вещи и занять место, определенное мною в моем теле, чтобы вернуть их обратно, где огонь Слова Божьего, здоровое тело и здравый, сильный ум могут сделать то, что только можно сделать в Духе благодаря этим инструментам. Конечно. Я много лет говорю своим пациентам, «Вы можете подхватить простуду или грипп, но диабет второго типа, лишний жир в районе живота, сердечные болезни и большинство видов рака, как и аутоиммунные болезни, вы развиваете, постоянно делая неправильный выбор пищи». Видите ли, в начале 90-х годов как-то утром я проснулся с самой ужасной сыпью на теле, которую я только видел. Я никогда не видел пациента с такой сыпью. Я весь горел. Моё тело горело, мои руки, мои ноги полностью были покрыты красной сыпью. И я подумал, что подхватил чесудку от пациента, которого осматривал за неделю до этого. Я полностью от подбородка до самых ступней намазал себя лосьоном. Но сыпь ещё ухудшилась. Был очень интенсивный зуд. В конце концов, после месяца мучения, я обратился к моему хорошему другу, который был ведущим дерматологом. Я никогда не забуду, как он посмотрел на меня. У него были очки, ему было приблизительно 60 лет, и он носил их на своём носу. Он посмотрел поверх своих очков, покачал головой и сказал, «Дон, я очень сочувствую твоему горю, но это псориаз». Я посмотрел на него шокированный, и я сказал, «Это невозможно. У меня не может быть псориаза». Я сказал, «Прежде всего, ни у кого в моей семье не было псориаза». И во-вторых, это не горе. Он засмеялся, покачал головой и сказал, «Что ж, извини, но это всё-таки псориаз». Потом он достал свой блокнот с рецептами и выписал мне рецепт мази из каменно-угольного дёгтя вместе с «Аквафора Аква». Это была такая оранжевая мазь, которую я наносил на кожу. Он сказал, «Покрывай свою кожу этой мазью везде, где есть сыпь. Наноси её туда, и это поможет от зуда». Я почти полностью намазал себя этой оранжевой мазью с каменно-угольным дёгтем. И от меня воняло, как от свежеуложенного асфальта. От тебя несло, как от смолы. От меня несло, как от смолы. Ты был как соломенное чучело. И всё, к чему я прикасался, пачкалось оранжевым цветом. Мои простыни, моя наволочка, моя одежда, сидение в машине. Это было жалко. Это было ужасно. Я сказал, «Я так жить не собираюсь». И этот зуд, возможно, мазь принесла немного облегчения, но не помогла. И когда я приходил в офис, люди спрашивали, «Доктор Колбарт, что это за зад?» «Что происходит?» «Ведь вы мой врач, правильно? Ведь это вы врач». Было так плохо, что мне пришлось носить рубашки с длинными рукавами, потому что сыпь распространялась на мои руки, на ладони. Ужасная сыпь, и я горел как в дни. Это изматывало тебя. Дошло до того, что я сказал, «Всё, хватит». Я уже пережил исцеление до того. Господь исцелил меня от массивного теплового удара с проявлениями массивного раптомиолиза в ногах. Мои мускулы в ногах были разрушены. Они были буквально, как жареная свинина. Мускулы в моих ногах пострадали во время пробежки, в которой я принимал участие в сильную жару. Я рассказываю об этом в своей книге, «Пусть пища будет вашим лекарством». Врачи сделали биопсию ткани моих ног с левого бедра. У меня до сих пор остался шрам, длинный шрам. Они взяли образец ткани возле самой кости. Они сделали анализ мускула и сказали, «У тебя некроз мускулов». Они мертвы до самой кости. Ты больше никогда не будешь ходить. И я буквально наблюдал, как Бог совершил чудо. Он заново создал и воссоздал мускулы в моих бедрах. Врачи не могли в это поверить. Я молился и говорил, «Господь, если ты можешь исцелить меня от раптомиолиза и некроза мускула в ногах, я знаю, что ты можешь исцелить псориаз. Для тебя это ничто». И чем больше я молился, тем больше я слышал, как он говорит, «Нет, то есть моей благодати достаточно». И он вложил в меня буквально ненасытное желание узнать ответ, потому что я заметил, когда я употребляю определенную пищу, она воспаляет псориаз. В этом был весь секрет. И какая пища вызывала воспаление? Это было все жареное, сильно жареное. И, наверное, самое худшее — это жареные креветки, потому что тогда, в то время, 25-30 лет тому назад, я съедал жареные креветки время от времени. Не постоянно, но время от времени. Каждый раз, когда я употреблял что-либо сильно зажаренное, буквально на следующий день я весь сгорел. Я заметил, что когда я иду на пляж и плаваю в океане, а потом загораю на солнце, мне становится лучше. Я заметил, когда я постился, особенно целый день или даже два, мне становилось намного лучше. И, короче говоря, в конце концов, я начал учиться. Почти на каждые выходные я шел на какой-то семинар и узнавал о разных дисциплинах. Но я учился не у докторов медицины. Я учился у специалистов по здоровому способу питания, хиропрактиков, рефлексотерапевтов, гомеопатов, врачей альтернативной медицины. Я узнал очень важные принципы. Но один из самых важнейших принципов, которые я узнал, состоит в том, что ваш желудочно-кишечный тракт отображает состояние вашей кожи. Или наоборот, ваша кожа отображает состояние вашего желудочно-кишечного тракта. И если у вас сыпь, то можно сказать, что у вас раздражение в желудочно-кишечном тракте. До того я не осознавал этого. Но что я не понимал... Погоди-ка, правильно ли я тебя понимаю? Если здесь проявляется высыпание, оно уже существует у тебя в толстой кишке. В тонкой кишке. Правильно. В тонкой кишке. То есть там что-то происходит, а после этого оно появляется здесь. Что-то раздражает или воспаляет тонкую кишку. Я не знал этого, потому что у меня не было язвы. Но я начал проверять всё это. Понимаете, когда раньше у меня возникала носовая инфекция, никаких проблем. Я принимал антибиотики. Я глотал их по 5 или 10 дней, и всё очищалось. Я мог продолжать работать, не осознавая, что молочные продукты, которые я употреблял, вызывали эту инфекцию. И что я начал делать? Антибиотики вызывали целую серию проблем с моим желудочно-кишечным трактом, который мне пришлось почистить. Мне пришлось сделать это и удалить жало. Потому что, развив воспаление в своём желудочно-кишечном тракте, я также вызвал сильную чувствительность к определённому виду пищи, которая существует у многих людей, но они о ней не знают. И чувствительность к пище отличается от аллергии на пищу или непереносимость пищи. Аллергия на пищу возникает. Один из самых распространённых видов аллергии на пищу — это арахис. У некоторых людей, если они съедают арахис, сразу же возникает крапивница или анафилактическая реакция, когда горло отекает. Но это не та аллергия, о которой я говорю. Это чувствительность к пище. Непереносимость определённого вида пищи, самый распространённый случай, это непереносимость лактозы, когда вы пьёте молоко, и у вас начинается диарея. Дело не в этом. Это недостаток ферментов, это легко вылечить. Но чувствительность к пище, она отличается от аллергии на пищу. И она возникает сразу же. Начинается реакция, крапивница, ваши губы отекают или ваше горло отекает. Чувствительность на пищу может возникнуть через несколько часов или даже дней после принятия пищи. И я никогда не мог это определить. В конце концов, я прошёл тест на чувствительность к пище. И я определил те виды пищи, на которые реагировала моя иммунная система или те продукты, которые вызывали у меня воспаление. Я осознал, что определённые продукты вызывают воспаление у каждого. И воспаление лежит в корне большинства болезней. Воспаление лежит в корне более 90% сердечно-сосудистых заболеваний. Воспаление — это их корень. В корне артрита лежит воспаление. В корне болезни Альцгеймера лежит воспаление. В корне астмы лежит воспаление. В корне псориаза, экземы лежит воспаление. В корне большинства хронических заболеваний лежит воспаление. И определённые продукты вызывают воспаление у каждого. Мне нужно было узнать эту информацию. Например, жареная пища вызывает воспаление у любого человека. Картошка фри, например. У моей жены возникает боль в правом указательном пальце. Это было много лет тому назад. Она появлялась сразу же, спустя несколько часов после принятия определенной пищи. И я говорил ей, «Мэри, уверен, у тебя чувствительность на жареную пищу». А она отвечала, «Да нет же». Она не хотела, чтобы это было так. Я тоже был таким. Да. Она очень любила разного вида закуски, шкурку от картошки. Я говорил ей, «Мэри, тебе не стоит это употреблять. Она зажарена во фритюре». «Нет, она запечена». «Нет, Мэри, она зажарена во фритюре». «Нет, она запечена». И я говорил, «Хорошо». Я спрошу у официанта, «Сэр, эта шкурка от картошки зажарена или запечена?» Он отвечал, «Зажарена во фритюре». Я говорил, «Мэри, не ешь этого, иначе палец опять будет болеть». Конечно же, на следующий день она просыпалась. И что случилось? Я говорил, «Я ведь предупреждал тебя, не ешь эту шкурку от картошки». То есть, видите, определенные продукты будут вызывать воспаление у любого человека. Что касается людей, которые страдают от артрита, у них вызывает воспаление жареная пища, излишнее употребление мяса, посленовых, как я уже говорил, помидоров, картофеля, перца, баклажанов, паприки. Если вы употребляете много этих продуктов каждый день. Точно так же, как и молочные продукты. Сколько у меня было пациентов, которых я перевёл с молочных продуктов, и их артрит сразу же начал исцеляться. Но кроме того, излишнее количество кислотной пищи, например, кофе, это высококислотный напиток. И если люди, страдающие артритом, употребляют много кофе, они открывают дверь для этой болезни. Точно так же, как и люди, которые употребляют много мяса, моллюсков и телятины. Повторяю, я убедился, что определенные продукты вызывают воспаление у каждого. Я рассказываю об этом в своей книге «Пусть пища будет вашим лекарством». Например, сахар вызывает воспаление у каждого. Пища, прошедшая длительную кулинарную обработку, гидрогенизированные трансжиры, они вызывают воспаление у каждого. Полиненасыщенные жиры. Вы спросите, а что это такое? Они содержатся в большинстве заправок для салата, в соусах, подливах. Они содержатся в растительном масле. Вы скажете, но ведь это растительное масло, оно полезно. Нет. Большинство растительных масел наполнены полиненасыщенными жирами или жирами омега-6, которые воспаляют ваш организм. Я рассказываю о противовоспалительных средствах. Самая противовоспалительная пища на Земле, знаете, что это? Это дикий лосось. Не тот, который выращен на ферме. Но если вы возьмете дикого лосося и зажарите его, вы получите воспалительную пищу. Так не нужно делать. Очень полезным являются омега-3 жиры, мононенасыщенные жиры, овощи, ягоды, фрукты, только не фруктовые соки. Вы можете взять фруктовый сок и сделать противовоспалительную пищу еще более воспалительной, понимаете? Все это мне пришлось узнавать. И применяя эти принципы, я узнал, что хотя я придерживался противовоспалительной диеты, определенные виды продуктов, которые не должны были быть воспалительными, вызывали у меня сильное воспаление, например, посленовые. Они не являются воспалительным продуктом для большинства людей. Но для людей, которые страдают атоиммунными заболеваниями или артритом, они во множестве случаев вызывают сильное воспаление. Точно так же глютен. Другой продукт, который вызывал сильное воспаление в моем случае, был глютен. Что такое глютен? Это основной вид белка, содержащий пшеницы. И для того, чтобы доказать вам, какой глупой или ограниченной является плоть, извините за слово «глупой», некоторые люди могут обидеться, я не хочу назвать вас такими, но плоть глупа, она глупа. Для того, чтобы показать вам, насколько она невежественна, скажу, что я страстно желал именно тех продуктов, которые вызывают воспаление в моем организме. С каждым приемом пищи я поглощал пшеницу, но я не мог связать с ней полученный результат, потому что реакция на нее появлялась позже. От нескольких часов до нескольких дней после принятия. Я употреблял ее с каждым приемом пищи или в виде пшеничной каши, или пшеничного тоста, сэндвича на ланч, пасты или другого вида пшеницы на обед. Кроме этого, я почти каждый день употреблял сальсу. Но когда я сложил вместе 2,2, я отказался от продуктов, вызывающих воспаление, и я исцелил свой желудочно-кишечный тракт и тонкую кишку. Это было довольно просто. На протяжении 3-4 месяцев высыпания прекратились, и я снова смог носить рубашки с короткими рукавами. У меня не было больше никаких проблем. Я думал, что мне навечно придется отказаться от посленовых или перца, но через 6-12 месяцев я заметил, что могу их употреблять. Они больше не приносили мне вред, но я научился чередовать их. Иначе говоря, я могу употреблять их каждый четвертый день. И они совсем не приносят мне вреда. Но если я начну употреблять их каждый день... Совершенно верно. Что касается пшеницы, до сегодняшнего дня, по какой-то причине она для меня как жалоба плоти. Мне пришлось отказаться от нее полностью. Если бы я снова начал употреблять пшеницу, скорее всего, высыпания бы вернулись. И до сегодняшнего дня есть определенные продукты, от которых мне приходится отказываться. В этом я вижу и духовный элемент. Потому что теперь ты знаешь... Раньше ты был не сведущ, но теперь ты знаешь... Да. И в том случае, когда Господь обеспечил тебя информацией, но ты избрал бы нарушить этот принцип, тебе опять пришлось бы бороться с этим самому. Несомненно. И что я сделал? Я сказал, если это сработало в моем случае и очистило мое тело от псориаза, возможно, это сработает в случае других воспалительных болезней. А большинство хронических заболеваний по своей природе являются воспалительными. Что я узнал на протяжении последних 20 с лишним лет, это несомненно работает. И в моей книге «Пусть пища будет вашим лекарством» мы говорим о большинстве болезней, от которых страдают люди, и определили ключевые жалы этих заболеваний. Если вы удалите жало и введёте живую пищу, вы спросите, «А что такое диета? Какую диету мне избрать?» Это средиземноморская диета. Но умеренная диета, из которой удалены воспалительные составляющие, которые прежде всего содержат глютен или пшеницу, или непомерное количество кукурузы. Большинство людей не понимают, что более 90% кукурузы, которую мы употребляем в нашей стране, генетически модифицированы. Это правда? Я читал статью, где написано, что её настолько модифицировали, особенно ради того, чтобы изготавливать из неё топливо, что теперь они даже не знают, каким же был оригинал. Они всё так испортили, что теперь не могут найти настоящую кукурузу. Что ж, что они сделали? Они взяли чудесное растение, созданное Богом растение, и генетически модифицировали его, чтобы сделать его устойчивым к вредителям или для опрыскивания большим количеством гербицидов. В результате был создан гибрид, генетически модифицированная кукуруза, которая вызывает воспаление большинства людей, в особенности в желудочно-кишечном тракте. Существует кукуруза, обработанная раундапом, существует бета-кукуруза, и очень часто она вызывает крохотные микроскопические отверстия в кишке. И кишка не способна эффективно использовать свою барьерную функцию. Возникает внутренняя проходимость пептидов, протеинов, и это вызывает аутоиммунные заболевания. Да, мне пришлось отказаться от нее, хотя я очень любил кукурузу. И это благодаря тебе. Ты помог мне определить, что мне вообще противопоказано любое количество кукурузы. Верно? Да. Но мне также хотелось бы подчеркнуть, если вы делаете выбор в пользу органических продуктов, они не являются генетически модифицированными, то есть вы можете их употреблять. И мы это делаем? Конечно. Но я принял решение. Я не пойду этим путем. Я не хочу испытывать давление от одного лишь взгляда на кукурузу, а потом отказываться от нее. Я просто покончу с ней в своей жизни. И она была одним из тех продуктов, которые мне пришлось, как ты говорил, положить на алтарь. Что ж, повторюсь, много людей не осознают, что мы кормим нашей кукурузой свиней, домашний скот, кур, рыбу, выращиваемую на фермах, для того, чтобы они быстрее набирали вес. Но это вызывает сильное воспаление. Доктор, мы с тобой говорили о потрясающем человеке Божьем, Джордане Рубине. Ты знаешь его лично, не так ли? Джордан Рубин. Да, я знаю Джордана много лет. Прекрасный человек. Я пропустил встречу с ним. Как-то он приезжал в наше служение, но меня не было. Как бы там ни было, он сказал мне предложение, которое меня просто потрясло. Оно оказало на меня сильное влияние. Он сказал, вы это то, что вы едите? Нет. Вы это то, что едят они, когда потом вы съедаете их. Аминь. О да, это истина. Оказало на меня влияние. И на самом деле вы это знаете. Но когда это было представлено мне таким образом, я понял, что это серьезное дело. Мы же не поглощаем стервятников. Мы же не употребляем тараканов, тех санитаров земли и моря, которых создал Бог. Но, к сожалению, много людей поглощает свиное мясо, моллюсков и других санитаров, которые, между прочим, вызывают сильное воспаление. Исправь меня, если я понимаю неверно. Вот здесь у меня машина для мусора. Я складываю в нее много мусорных плохих вещей. Сама машина, это лишь кусок металла. С такой мясорубкой внизу. Вот и все. Но для того, чтобы избавиться от того, что я в нее вкладываю, понадобится куча всяких химикатов. Теперь, с естественной точки зрения, такое животное, как свинья, или же определенные виды рыбы, которые очищают дно озера, они нуждаются в определенных видах химикатов, чтобы избавиться от этих токсинов. Иначе они могут нанести вред. Если бы мы употребляли то, что употребляет эта рыба, мы бы умерли через три дня. Я знаю. Но, например, свинья, ее пищеварительная система может справиться с этим. И это все переносится в жир. Конечно же, ее жир. Поймите, большинство токсинов переносится в жир. Чем больше жира получает человек, тем больше его тело откладывает токсины в жировые ткани. И мы поглощаем их. Итак, посмотрим с другой стороны. Я употребляю химикаты. У свиньи задействован определенный процесс очищения от опасных ядовитых веществ. Но теперь я поглощаю их. Я не только получаю яд, я получаю и его, так сказать, добавки. Верно. Этого было достаточно, чтобы убедить меня. Больше я это употреблять не буду. Конечно. И я говорю людям, если вы употребляете свиное мясо или моллюсков, вы все равно попадете на небо. Вы просто можете попасть туда быстрее. Не делайте это привычкой. Вот в чем я пытаюсь убедить людей. Вы можете это делать. Мы не указываем вам запретить употребление этих продуктов. Мы рекомендуем. Если это стало вашей привычкой, вы приглашаете заболевание и раннюю смерть. Если вспомнить проклятие закона, мы поговорим об этом завтра, о самом проклятии, обо всех этих болезнях, о недугах под проклятием. Там написано, что вы будете поражены чахоткой, лихорадкой, воспалением. Итак, все это воспаление находится под проклятием. Это проклятие. Воспаление лежит в корне большинства воспалительных хронических заболеваний. Мы вернемся через минуту. Аминь. Дон, одна мысль постоянно приходит мне в голову. Я хочу обратиться к этому, прежде чем мы прочитаем первое послание Коринфянам. Я снова хочу прочитать отрывок из 28 главы Второзакония и послание Галатам 3 главы. Христос искупил нас от проклятия закона. Мы искуплены от этого. И оно не имеет никакой власти над нами. Когда мы принимаем Слово Божье и берем власть над проклятием, тогда оно не имеет силы над нами. Но те вещи, которые перечислены в проклятии, нет проклятия, которое пришло бы без основания. И незаслуженное проклятие не сбудется. Да, потому что у дьявола нет на это разрешения. Он не может навести что-то на вас против вашей воли без вашего разрешения. Верно. Потому что вы прогоните его, но он может заставить вас говорить это. Он может заставить вас думать об этом. Он может заставить вас делать это и сбить с направления. И вы сами перенесете это на себя. Как мы уже говорили, в большинстве случаев вы даже не знали, что совершили это. Особенно, пока не узнаете основы веры и принципы, как она работает. И вот ты снова вспомнил об этом. Второзаконие, 28 глава. В традиционном переводе сказано «Господь поразит тебя». Но в оригинале это слово, которое допускает. Господь допустит, что ты будешь поражен, потому что ты действуешь вне рамок завета. Ты будешь поражен чахлостью, горячкой, лихорадкой, воспалением, засухой. Именно это происходит сегодня. Именно такие заболевания. Все эти заболевания приходят на нас из-за неправильного выбора, неправильного питания, и образа жизни. И это воспалительная болезнь. И мы искуплены от них. И вот где вам нужно высвобождать свою веру. Когда вы применили свою веру, вы сказали «Во имя Иисуса, у меня больше этого не будет. Я принимаю сейчас свое исцеление». Я говорю это «Во имя Иисуса». «Ранами его я исцелен». И благодаря Иисусу я искуплен от воспаления. У меня есть вера в имя Иисуса. И я сказал это. Но вера нуждается в соответствующих действиях. Есть два способа высвобождать веру. Говорить ее и применять соответствующим образом, чтобы были соответствующие действия. Одно не заменяет другое. И для того, чтобы вера воплотилась, нужно и одно, и другое. И Бог призвал тебя и людей, подобных тебе, открывать нам, какие действия нам нужно предпринять. Верно. Я верю в это всеми фибрами своей души. Мы с Глорией верили Богу, мы стояли на Слове Божьем, стояли на этих местах Писания, которым Дух Святой привел нас вместе. Я верю, что мы смогли воспользоваться тем, что ты знаешь. Совершенно верно. Потому что Дух Божий привел нас сюда. Потому что это не моя сфера, но мне нужно принимать пищу. И я хочу снова напомнить вам. Господь сказал мне. Я пришел к нему и сказал. Господь, мне нужно принимать пищу. Я не могу быть освобожден от пищи. Ты освободил меня от курения. Ты освободил меня от алкоголя. Как же ты освободишь меня от пищи? И он сказал, я не освобождал тебя от питья, я освободил тебя от питья алкоголя. Я не освобождал тебя от дыхания, я освободил тебя от вдыхания сигаретного дыма. И эта идея была очень сильной. Аминь. Дом, давай рассмотрим это местописание, что у нас есть ум Христов. Мы не получим его после того, как умрем и попадем на небеса. Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его? А мы имеем ум Христов. Подумайте, мы имеем ум Христов. Слово «Христос» — это перевод еврейского слова «Мессия», что обозначает помазание. Нам доступно тоже помазание для нашего ума, которое было у Иисуса, когда Он жил на этой земле, и которое сейчас пребывает на Его уме. И нам также обещано. Это сильно. Нам обещано, Он не дал нам духа страха, но силы, любви и целомудрия. Здравого ума. Целомудрие, здравого ума. Помните, что написано о богаче и Лазаре? Оба умерли, и богач попал в ад. Лазарь был отнесен на Лона Авраамова. И Абраам сказал Лазарю, сын, помни, его память все еще работала. Верно. Писание говорит, что он был погребен, его мозг был, так сказать, закопан в землю, но его память оставалась неповрежденной. И его ум, и дух, именно там находилась его память. Использовали его мозг, чтобы помнить, пока он пребывал на земле, в своем физическом теле. Вот что я хочу сказать. Этот физический орган, мозг, знаете, люди говорят, он потерял свой разум. В большинстве случаев он потерял свой мозг. Если бы вы могли исправить деятельность его мозга, он бы сразу же смог использовать свой разум. Я слышал, как люди, которые были в коме, потом говорили, вы знаете, я слышал все, что вы говорили, когда стояли рядом с моей кроватью, рядом со мной. Да. Я просто не мог показать это вам. Их мозг не работал. Но человек-то думал, и он слышал то, что мы говорили. Но не отображалась деятельность мозга. Да. И больной мозг это, по существу, ум, который не работает правильно. У вас может быть крепкая кость, но что-то не так с мускулами. И тогда вся рука будет больна. Вот к чему я веду. Я хочу рассмотреть то, как наше современное общество убивает свои мозги. И мы видим это во всём. Начиная от наркотиков, которые принимают люди, алкоголь разрушает клетки мозга. Мы имеем дело с контузиями мозга, сотрясениями, травмами. Но худшее, что происходит с мозгом, то, что запускает настоящую эпидемию слабоумия и болезни Альцгеймера, которая ухудшается, это пища, которую мы принимаем. Существует много причин для слабоумия и болезни Альцгеймера. И много причин слабоумия отличаются от причин возникновения болезни Альцгеймера. Существует сосудистая деменция, болезнь Пика, болезнь Паркинсона. Всё это разные проблемы. Но существует обратимый вид слабоумия, например, ночное апноэ. Понимаете, мозг нуждается в питательных веществах. И больше всего ему нужен кислород. С возрастом люди, особенно если у них проблема с ожирением, неосознанно приглашают ночное апноэ, когда их мозгу не хватает кислорода. Это разрушает клетки мозга. А мозгу кислород нужен более всего. Что ещё запускает эту эпидемию деменции? Это эпидемия диабета. Заболеваемость диабетом возрастает в геометрической прогрессии в нашей стране и во всём мире. И врачи утверждают, что слабоумие и болезнь Альцгеймера — это диабет третьего типа. Это вид диабета. Это тот случай, когда клетки мозга сопротивляются действию инсулина. Инсулин — это гормон, который связывается с рецепторами на клетки мозга, и клетка мозга буквально разрешает сахару войти в неё. Когда клетка мозга сопротивляется инсулину, инсулин не действует так, как надо. И сахар, основное питание для мозга, не проникает внутрь клетки мозга. В таком случае мозгу не хватает топлива. Он начинает вырождаться и в конце концов гибнет. Клетки мозга умирают, человек теряет всё больше и больше клеток мозга, и в конце концов у него развивается слабоумие, и он ничего не помнит. Он начинает забывать, куда положил ключи. Он кладёт пульт дистанционного управления от телевизора в холодильник или даже в духовку. Он ведёт себя странно. Это из-за того, что основное топливо для мозга, сахар, не проникает внутрь клеток, потому что клетки сопротивляются ему. Другой компонент — это воспаление. Болезнь Альцгеймера и слабоумие — это просто воспаление в мозге или мозг, который горит. Он горит от воспаления. Иначе говоря, иммунная система организма создаёт медиаторы воспаления, которые вызывают воспаление, разрушающие мозг. Оно разрушает клетки мозга, мембрану мозга. Оно разрушает метеохондрии, которые вырабатывают энергию мозга. Таким образом, болезнь Альцгеймера и слабоумие имеют множество разных причин. И доктор Брэддесен, известный невролог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, определил 36 основных причин слабоумия. Однако у фармацевтических компаний находится небольшой набор лекарств, которые пытаются исправить только одну проблему. Из 36? Из 36. Но они не проникают в корень проблемы. Эти лекарства используются для того, чтобы помочь людям с симптомами слабоумия, но они не останавливают развитие болезни. Она продолжает развиваться, не останавливаясь. И в наше время, согласно медицине, не существует лекарства от болезни Альцгеймера или слабоумия, но существует обратимая форма слабоумия, например, дефицит витамина В12. У некоторых людей очень низкий уровень витамина В12. И если им просто проверят уровень витамина В12, и им просто пропишут активную форму витамина В12, то есть метилкабаламина, это очень им поможет. Доктор Брэддисон определил 36 основных факторов. Один из этих основных факторов — это высокий уровень гомоцистеина. Но очень немногие врачи когда-либо проверяют уровень гомоцистеина. Эта аминокислота очень токсична для мозга и для костей. Иначе говоря, он атакует стенку артерии и также вызывает сильное воспаление в кровеносных сосудах сердца и в сонной артерии. И эта токсичная аминокислота буквально воспаляет мозг. Важно сделать простой тест крови на гомоцистеин и сохранять его уровень ниже 7. 7 или ниже. И интересно, что норма гомоцистеина — это меньше, чем 10 или 11. То есть многие никогда не проверяют свой уровень гомоцистеина. Но это очень важно для нашего организма. Очень важно. Ещё что важно... А что заставляет его повышаться? Слишком большое количество девитаминизированной, переработанной пищи, содержащей сахар и лишённой фолиевой кислоты, витаминов В6, В12, которых мы нуждаемся, чтобы переработать гомоцистеин в менее токсичную аминокислоту. У многих происходят генетические мутации в их гене МТХФ, и они нуждаются в активной форме фолиевой кислоты, то есть МТХФ. Ещё одна важная вещь, которую определил доктор Брэдисон, — это пост. Он убедился, что регулярный пост — это самое лучшее лекарство для мозга. И вы спросите, какой пост? Если вы можете поститься на протяжении 12 часов ночью, от ужина до завтрака, это высвобождает в мозге процесс, называемый автофагией. Автофагия — это по существу фагоцитоз, когда тело начинает потреблять эти аномальные протеины, которые ассоциируются с болезнью Альцгеймера, и очищают от них мозг. И периодический пост также важен для катагенической диеты или диеты, в которой очень низкий уровень сахара и переработанной пищи. Когда вы достигаете стадии кетоза в организме, это защищает мозг. И самое лучшее топливо для мозга, особенно при болезни Альцгеймера или сабоумии, когда у человека возникает сопротивляемость инсулину, и мозг не может принимать сахар, тогда лучше всего переключиться на кетоновые тела. И кетоновые тела, например, кокос или кокосовое масло — это жиры, которые помогают питать мозг. Но кетоны и здоровые жиры помогают питать мозг. Кокосовое масло — это одно из самых лучших здоровых жиров. Итак, он определил 36 главных факторов и сказал, если вы можете исправить от 10 до 15 этих факторов, то очень часто вы можете остановить, предотвратить или иногда развернуть в обратную сторону болезнь Альцгеймера на начальной или средней стадии. И это удивительно. Слава Богу, это удивительно. И опять же, многие из этих вещей очень просты, и мы можем их сделать. В первую очередь, это включает диету, это включает правильные виды пищи, это включает ягоды. Ягоды очень важны для мозга, это живая пища. Омега-3 жиры, доказогексогеновая кислота, которая является ещё одним видом жира омега-3, и определённые питательные вещества, которые очень важны для мозга. Например, мы говорили о витаминах группы В, которые очень важны для понижения уровня гемоцистеина, точно так же, как определённые антиоксиданты очень важны для мозга. И когда вы составляете целую программу, вы защищаете мозг. Вы прекращаете воспаление или контролируете воспаление мозга. Вы развиваете чувствительность к инсулину. И что он советует, он проверяет уровень инсулина во время поста. Инсулин — это гормон. Если уровень инсулина высокий, клетки мозга перестают воспринимать его, и инсулин не влияет на мозг соответствующим образом. И доктор пытается сохранить низкий уровень инсулина. Этого возможно добиться, изменяя диету. Это легко. Всё возвращается к корням, к основам, изменяя диету. Но что удивительно, что важнее всего для мозга, и люди не понимают этого, это очень просто. Физическая активность. Ходьба, плавание, езда на велосипеде. И многие говорят, «Я не могу этого делать». Дело в том, чтобы просто выйти на улицу. Ходьба или езда на велосипеде — это самый лучший способ генерировать эти мощные протеины, факторы роста нервов, которые буквально являются удобрением для мозга. И не обязательно делать это 30 минут. Я советую моим пациентам хотя бы 15 минут аэробной активности, например, ходьбы раз в день, 5 дней в неделю. Просто удивительно, какую пользу это может принести мозгу. Это простые вещи. Я не прошу людей бегать марафоны или триатлоны. Знаешь, чему я ещё научился? Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. В 10 главе послания к римлянам, где цитируется это место, 10-17, если внимательно прочитать целую главу, в ней говорится о Слове Божьем, о Слове, которое проповедуется под помазанием. И когда я остановлюсь на беговую дорожку, я хочу, чтобы в меня входило Слово Божье. Я хочу, чтобы Слово Божье входило в меня, пока я в машине. Я хочу, чтобы Слово Божье входило в меня другими способами. И Господь совсем недавно сказал мне вернуться к Слову Божьему и просто убрать ненужные вещи, избавиться от них. Верно. Потому что мы находимся на краю самого мощного излияния Духа, Духа Святого, Которая только видела эта планета. Совершенно верно. И я хочу быть именно там, где я должен быть в этом излиянии. У меня нет времени сдаваться, и у меня нет времени быть больным. И где бы вы ни были, что бы вы ни делали. Послушайте, вы воин в армии Господа. Вот что на первом месте. Это прежде всего, где бы вы ни работали. Прежде всего, что бы ни происходило. Какое мое место в этом излиянии? Мне нужно быть здоровым ради этого. Мне нужно быть финансово здоровым ради этого. Мне не нужно быть обремененным или сидеть по уши в долгах и все такое. Давайте приготовимся. Потому что вокруг нас умирающий мир. Еще одна важная вещь, о которой говорит доктор Брэдисон, наряду с другими неврологами, например, доктор Перл Мутер, это глютен. Согласно доктору Перл Мутер, очень много людей могут не быть чувствительными к глютену в своих телах, но и в мозг. Доктор говорит, что одна из основных причин утери памяти — это протеин глютен. Он вызывает сильное воспаление. Ты снова вернулся. Мозг. К тому, что воспаление — это целый комплекс проблем. Не так ли? Верно. Итак, прежде всего, что я советую пациентам с болезнью Альцгеймера или слабоумием, я перевожу их на безглютеновую диету. Это очень важно. Но если сложить все вместе, просто удивительно, как часто эти заболевания можно остановить. Их можно остановить сразу же. И, конечно же, используйте свою веру. Используйте Слово Божье. Используйте его. У вас ум Христов. В мозге Христа нет потери памяти, слабоумия, возрастного ухудшения памяти. У нас ум Христов, и Он дал нам здравый ум. У нас нет духа страха, но силы, любви и целомудрия. Любовь. Ставьте Божью любовь, прежде всего. Именно любовь создала это тело. Именно любовь создала пищу. Именно любовь послала Иисуса на крест ради исцеления этого тела, которое создала любовь. И вера действует любовью. Вера, надежда и любовь. Они не заменяют друг друга. Они должны действовать в комплекте. Ставьте их на первое место. И тогда осознавайте. Приходите к своему Отцу Небесному и говорите, «Отец, я прошу Тебя помочь мне позаботиться об этом физическом теле. Я хочу передать его в Твои руки. Я хочу исполнять то, что говорит мне исполнять Твое Слово. И прежде всего, оно говорит мне прощать. Мне придется это сделать. Мне нужно сделать выбор. Аминь. Мне нужно утвердить это навеки. Прощение. И вы будете удивлены, как все остальные вещи начнут приходить в согласие и справляться, когда вы принимаете твердое решение. Начиная с этой минуты, я исполняю заповедь любви и живу верой. Ставьте Слово Божие на первое место. Итак, помоги мне с этой пищей. Мне нужно прийти в согласие с тем, как ты, Господь, создал все это. Я не должен болеть. Я не должен быть бедным, больным, уставшим и измотанным все время. Нет, 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 нет. Мы должны быть живыми посланиями Иисуса Христа. Да. Чтобы люди, глядя на нас, видели Иисуса. Чтобы они видели Иисуса в наших глазах, видели Иисуса в нашей улыбке, видели Иисуса в нашем разговоре. Чтобы они чувствовали любовь Христа, мир Божий, радость в Господе, сила наша. Да. Это чудесно. Это очень хорошо. Это здорово. Именно так мы должны жить. Итак, скажите, я должен быть здоровым. Я должен быть сильным в Господе. я должен преуспевать, потому что я верующий. Я не тот, кто сомневается. И во имя Иисуса это мое время быть здоровым. Я хочу показать вам сегодня, и все партнеры этого служения знают, что пятница это день пожертвований. Но сейчас я хочу показать вам, мы с вами услышали много важной информации. Как же нам ее применить? Как нам сокрыть ее внутри нас, в нашем духе? Не только в нашем мозге и уме. Как вам сокрыть ее в своем духе? Это очень важно. Ведь мы знаем, Иисус сказал, что сатана придет. Он придет украсть Слово Божье. Если он сможет украсть Слово Божье, он легко справится с вами. А в 6 главе послания Галатам Дух Святой сказал через апостола Павла, «Не обманывайтесь, Бог не бывает поругаем, ибо что посеет человек, то и пожнет». Что посеет? Это включает любую сферу жизни, не только то, что касается греха. Это означает деньги, здоровье. Это просто означает, что вы сеете, то вы и пожинаете. И послушайте дальше. «Ибо сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь». Зоуэ на греческом языке. Саму жизнь Божью. И что здесь происходит? Наставляемый Словом, делись всяким добром с наставляющим. Отец Небесный, я прошу Тебя открыть каждому человеку, который слышит меня сейчас. В чем состоит их роль? В пожертвовании. В этом пожертвовании. Это их семя для овладения этой чудесной информацией, чтобы дьявол не смог украсть ее. Во имя Иисуса. И просто делайте все, что Бог говорит вам. Но название этого семени сегодня это корни. Корни откровения в моем духе. Помните, что мы говорили о том, что эти люди не имели в себе корня? Да. Евангелие от Марка. Там написано, что дьявол потом украл это слово. Вот эти корни. Вы слышите Слово Божье. Аминь. Но когда вы еще и сеете ради него, вы начинаете обладать им. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на вашем экране. Слава Богу. Отец, мы молимся за их щедрый урожай. Во имя Иисуса. Дон, спасибо тебе. Спасибо вам. Да, это было так хорошо. Аминь. Так насыщенно. Если вы пропустили какую-то передачу, обязательно посмотрите ее. Зайдите на наш сайт в интернете, найдите ее там и посмотрите ее еще раз. Можете их скачать для себя. Понимаете? И станьте членом хорошей церкви. Подробную информацию найдите на нашем сайте в интернете. До встречи. И помните, Иисус Господь. Субтитры подогнал «Симон»